В обществе продолжают обсуждать и другую инициативу президента. Напомним, Владимир Путин озвучил ряд предложений по поддержке материнства и детства. Для многих это крайне необходимая помощь. Люди с нетерпением ждут, когда же смогут ее получить. Старшей дочери Ксении Камаловой Аделине 10 лет. И все эти годы они скитаются по съемным квартирам. Денег на покупку собственного жилья у Камаловых просто нет. В апреле в семье ждут пополнения. На свет появится еще одна дочка. И теперь у молодой мамы появилась надежда на решение квартирного вопроса. На материнский капитал, который с этого года заметно увеличился, уже можно подумать о приобретении собственного жилья. В нашем случае, в моем частном случае, это очень, я скажу, посильная помощь молодым, особенно семьям. В моем случае я потрачу его на приобретение жилья своего. Он у меня послужит как первоначальный взнос. Потому что, ну, молодым семьям сейчас, да, очень тяжело скопить даже на первоначальный взнос, не говоря уже, допустим, о полной сумме, да. Поэтому, да, это очень огромная помощь. И я, да, жду. Такой колоссальной поддержки семьям с детьми правительство России еще никогда не оказывало. С этого года материнский капитал положен даже за первого ребенка. Сумма – 466 тысяч рублей, за второго – 616. А при рождении третьего государство погасит за семью 450 тысяч ее ипотечного кредита. Также, начиная с этого года, вводится ежемесячное пособие для детей от трех до семи лет. В среднем по стране оно составит 5,5 тысяч рублей. Такая материальная поддержка будет оказываться семьям с низкими доходами. А таких, по оценкам специалистов, в стране до 80%. Но пока точности в расчетах и процедуре оформления нет. Президент только выступил с предложением к Федеральному собранию. Законодательно документов еще никаких нет. Потому что все сказано как бы общими такими словами, ну, с конкретными мероприятиями. Но должны быть приняты все-таки нормативные документы, которые регламентировали бы наши действия все. В Минсудзащиты и Пенсионном фонде просят жителей республики не обрывать телефоны с вопросами, когда начнутся долгожданные выплаты. Обещанную президентом помощь получат все, кому она полагается. Нужно только немного подождать. Марина Конодакова, Виктор Буров, Вести Хакасия.